Что касается позиции нашего форума, она была однозначной. У нас написано на знаменах «Победа Украины и свободы России» именно в таком порядке. Поэтому мы готовы делать все для того, чтобы оказать всяческую помощь героическому Украине, который сражается сейчас на передовой с путинским фашизмом. Мы даже, в отличие от многих наших коллег, более вмеренных, перешли вот эту незримую границу, уже оказание прямой помощи в СССР через сбор средств дорусских батальонов. Здесь проходил-проходил первый аукцион. Мы будем повторять этот опыт, естественно. Ну, каждый из нас делает еще что-то самостоятельно, но как организация мы считаем необходимым все формы взаимодействия, которые помогли бы приблизить победу Украины. Потому что, с нашей точки зрения, никакого другого сценария краха путинского фашизма и исторического шанса для России вернуться в семью цивилизованных народов, кроме поднятия украинского флага в Севастополе, нечистос. Вот сегодня также говорили и о правозащитных механизмах. Как Вы считаете, есть ли возможность сегодня вернуть Россию в какое-то более правовое русло российские политзаключенные, украинцы, которые депортированы насильно с оккупированных территорий? Возможно ли это сегодня? Я думаю, что надо просто смотреть реально трезвые вещи. Это не означает, что переговоров не должно быть, потому что и там во время Второй мировой войны, там в 43-м, 44-м году были переговоры с немцами. Ну, их вели, кстати, не Советский Союз, а великие союзники, а какие-то там были, мне кажется. Я не уверен, что были обмены, но, по крайней мере, поддерживались какие-то минимальные гуманитарные связи. Хотя совершенно очевидно, что нацистская Германия, она не испытывала большого желания соблюдать такие договоренности. Путинская Россия ничем от фашистской Германии отличается. Можно даже только в худшую сторону, потому что игнорируют даже те договора, которые она подписывала. И что касается военнопленных украинских и угнанных детей, это вопрос взаимодействия враждующих сторон. Мы должны распадывать путинскую Россию, как сегодня врага цивилизованного мира, что не означает, что не должен быть переговоров об обмене военнопленными или о каких-то гуманитарных акциях, на которые обе стороны могут соглашаться. Но это никакого отношения к правозащитной не имеет. Вообще, термин правозащита во время войны, когда гремят пушки, летают ракеты, убивают людей, мне кажется, немножко странным, потому что правозащита подразумевает наличие некоторого пула законов. И согласие двух сторон, в данном случае общества и власти, что-то здесь говорилось соблюдать. Путинская Россия давно вышла из правового кухня. А если в стране нет права, то я не совсем не понимаю, какая может быть правозащита. Говорили в кулуарах с Геннадием Гудковым. Он считает, что смерть, убийство Алексея Навального может поднять такие протестные настроения в России. Как вы считаете, остался ли в России этот протестный потенциал после такого количества репрессий? Ну, потенциал, безусловно, есть. Потому что потенциал никуда не выплеснется. И косвенным свидетельством того, что потенциал есть, и власть понимает, является свистопляска абсолютно омерзительная с тела Навального. Я сразу сказал, буквально, кстати, в интервью вашим коллегам, которые есть еще в Минхене, по-моему, в РБК, что вопрос выдачи тела для Кремля станет очень острым. Потому что есть риск, что на похори придет много людей. И получить в 100 тысяч, а может и полумиллионную демонстрацию. Именно потому что этот протест безопасен. Очень важно, что люди могут показывать свое неудовлетворение ситуации через форму протеста, которая не грозит им напрямую. А тот протест, который может пошатнуть власть по-настоящему, он опять невозможен, пока Путин выглядит победителем в войне. Ну, даже не победителем, пока он выигрывает. С точки зрения российского общества, война в Украине складывается хорошо. Надо понимать, что другой угол обзора, совершенно с той стороны. И путинская пропаганда, она добилась, в первую очередь, очень важного результата. Она сумела создать в российской области устойчивое ощущение войны России с НАТО. Это не война с Украиной. Соответственно, даже сохранение линии фронта означает, что Россия не проигрывает такому большому НАТО. Ну, детально, что НАТО там вообще не воюет. Ацелия с ВОО. Да, 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 и помощь оказывает тоже так себе с пятого до десятого. Это все как бы забывается. И, кроме того, Путин сумел тоже создать этот образ войны, как бы, именно, что вот все русские, они, естественно, являются врагами. То есть он изолировался в Россию, в сознании людей, причем не только там какого-то Урал-Вагон-Завод. Это, на самом деле, мысли, которые сегодня обуревают и, ну, полны прозападных себе людей. То есть именно с этим надо бороться. Вот здесь, на самом деле, есть непочатый край работы. Но говорить по тому, что даже изменения в сознании какие-то приведут к протестам, могут привести только в одном случае, когда украинский флаг будет подняться в Востополе. Российская проблема, главное сегодня, это живучесть имперской идеи. Империя должна умереть в головах. А умирает она, как мы знаем, в головах. В России происходят перемены политические только после геополитических военных поражений.